Вы понимаете, каждая силовая структура имеет долю в таком капитале. И каждая силовая структура перечисляет на этих своих ставленников свои финансы. 7 ноября 2018 года. Знали ли наши родители, что мы будем пропускать мимо такой праздник, как Красный день календаря 7 ноября. Однако же история нам показала свою изнанку. И мы теперь понимаем, что это был кровавый праздник, который... Ну, в общем, мы его теперь больше не празднуем. А в Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Если вы посмотрите на лицо этого человека, то я, как специалист, могу вам сказать, что это разведчик. Это обычно бывает ГРУшник. В общем, это разведка глубокого залегания. Ну, потому он и такой богатый. Дело связано с покупкой предметов искусства на 2 миллиарда долларов. Это 7 ноября. Это сегодняшняя новость. Вот такие новости у нас в этот самый Красный день календаря. Теперь у нас разведка рулит всем. Полиция Монако 6 ноября задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева для допроса. Газета «Люмонды» со ссылкой на источники сообщила, что бизнесмена подозревает в коррупции и торговле влиянием. Торговля влиянием новый вид какой-то мошенничества появился. А также в соучастии в этих преступлениях. Как сообщила коммерсант и интерфакс Рыболовлев, сам пришел на допрос в полицию, после чего судья решил временно его задержать. На вилле и в офисе предпринимателя прошли обыски, в ходе которых изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры. В прокуратуре Монако отказались сообщить, допрашивает ли полиция Рыболовлева. Вместе с ним задержали бывших чиновников судебного аппарата Монако, в том числе высокопоставленных, сообщила газета Монако Мата, ссылаясь на источник. Бизнесмена могут освободить в течение 48 часов после задержания. По данным источника Рея Новости, это может произойти уже 7 ноября. Источник Интерфакса допустил, что Рыболовлева отпустит 8 ноября, то бишь завтра. Он отметил, что бизнесмена задержали только для отдачи показаний. Поэтому говорить, что он заключен под стражу, не совсем корректно. По французскому законодательству людей, вызванных на допрос, могут задержать на срок до 48 часов, после чего их или отпускают, или предъявляют обвинение. Или же против них начинается официальное расследование, отмечает Financial Times. Допрос Рыболовлева связан с разбирательством между миллиардером и его арт-дилером Ивом Бувье из Швейцарии, которого бизнесмен называет мошенником. В полицию Монако считают, что Рыболовлев повлиял на суд, чтобы добиться обвинения в отношении Бувье. Судья в Монако пытается установить, влиял ли Рыболовлев на должностных лиц в споре с Бувье, отмечает The Guardian. Следствие считает, что в 2015 году тогдашний министр юстиции Монако Филипп Нармино и полицейские помогли Рыболовлеву задержать Ива Бувье. Полиции Монако о приезде Бувье сообщила адвокат российского бизнесмена Татьяна Бершеда. В ее телефоне нашли сообщения, которыми она обменивалась с комиссаром полиции Кристофом Аже и его заместителем. Вскоре после задержания Ива Бувье отпустили. В сентябре 2017 года Филипп Нармино ушел в отставку после того, как Ле Монде сообщила, что Рыболовлев регулярно приглашал министра юстиции в свое шале в Швейцарии. Расследование в отношении Рыболовлева началось после того, как адвокат бизнесмена записала беседу с представителем Ива Бувье, а затем передала в полицию, как доказательство мошенничества, сообщил уже нам коммерсант. Полиция сочла запись незаконной и завела дело о вмешательстве в частную жизнь. По этому делу утверждает издание Рыболовлев, и его адвокат проходят обвиняемыми. В общем, один на другого заводят уголовные дела. У кого больше кошелек, у кого треснет кошелек от денег. Второе дело о коррупции, где Рыболовлев проходит свидетелем, возбудили после изучения переписки в телефоне адвоката. Следователь получил телефон непосредственно от Татьяны Бершиды, отмечает Блумберг. Источник The Bell сообщил, что у Рыболовлева и Бершиды нет формального статуса по этим делам. Защита российского миллиардера попросила строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. По их словам, факты, из-за которых бизнесмена пригласили на допрос, получены незаконным путем. Но все же они получены, факты. Благодаря телефону его адвоката. Сейчас это оспаривают в кассационном суде Монако. Мы рассчитываем доказать и продемонстрировать, что господин Бувье, которому предъявлено обвинение в крупнейшем мошенничестве, необоснованно пользуется благосклонностью судебных органов Монако, заявили адвокаты. Но вообще я вам могу, ну не знаю, секрет или не секрет рассказать, что многие чиновники Монако, очень многие, тесно связаны с нашими бизнесменами, с нашими и украинскими. Потому что там большое количество как наших бизнесменов, так и украинских бизнесменов. И они все дружат. Олигархи украинские и российские, находящиеся в Монако, на территории рядом, тоже с Монако, прилежащие Капфера, Капдай и другие Капы, они, конечно, дружат между собой. У них особняки, они вдали от родины, они дружат. Да, и даже принц Монако, бывший принц, теперь он уже князь Монако, он тоже так же дружит с русскими бизнесменами, очень тесно. Ведь Монако не такое богатое государство, и они зависят, они зависят от российских денег, от украинских денег. Поэтому они, знаете, как такие друзья, которые вроде и много могут, а с другой стороны, заглядывают в рот российскому бизнесу. Это чиновники, да, Монако, это так же и князь Монако. 14 сентября министр юстиции княжества Монако Филипп Нармина объявил о досрочном выходе на пенсию. Формальным поводом стали персональные обвинения, суть которых Нармина не раскрыл, но его отставка последовала в день, когда газета Le Monde опубликовала расследование Монако Гейт о том, что чиновник мог помогать российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву добиться уголовного расследования его делового партнера. Дмитрий Рыболовлев – российский миллиардер, который живет за рубежом и сильно увлекается искусством. Его состояние Формс оценивает в 7,3 миллиарда долларов. В 2010 году он продал Урал Калий, а затем уехал в Монако, где купил одноименный футбольный клуб. За 7 лет до этого, в 2003 году, он познакомился со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который начал поставлять миллиардеру полотна Ван Гога, Пикассо, Моне, Модельяне и других мастеров. Помогала швейцарцу в этом Таня Рапо – болгарка со швейцарским паспортом. Так продолжалось до конца 2014 года, когда Рыболовлев случайно узнал, что переплатил за одну из картин Модельяне 22 миллиона долларов. Надо же и самому разбираться. Ну нельзя же ходить. Овощем рядом с жуликом. Понятно, арт-дилеры – они все мошенники. Ну как же ты, Рыболовлев, сделав такие огромные деньги на Уралкалии, вдруг мог довериться этому самому Бувье? Непорядок. Но таковы и наши олигархи. Они мало что понимают в искусстве, в культуре, в жизни. Они знают только, как украсть, как забрать. А тем более, если это ставленники разведки нашей, военная разведка расставляет по местам. У ФСБ тоже есть свои фигуры, расставленные по местам. Вы понимаете, каждая силовая структура имеет долю в таком капитале. И каждая силовая структура перечисляет на этих своих ставленников свои финансы, которыми они раздуваются. А дети их куда-то надо. Они их не могут так просто вывести. И вот тогда они создают свои кошельки. Типа этого Рыболовлева. Типа Абрамовича. Вот таких кошельков много очень. Но потом кошельки иногда взбрыкивают. Как это сделал олигарх Ходорковский. Вы помните, он взбрыкнул. Он тоже захотел стать президентом. Но тут ему папы, его папики погрозили пальцем, а потом и кулаком. Но тут Ходорковский этого не понял. Решил, что он имеет право стать российским президентом. Ну и здесь и поехало, и посыпалось. Он оказался в тюрьме на много-много лет. Вдобавок его раздели полностью. То есть, конечно, ФСБ забрало у него свои средства. Вывели из его портфеля. ФСБ вывело свои средства. Потому что Ходорковский это ставленник ФСБ. Это кошелек был ФСБ. А вы думаете, как рождаются олигархи? Вот так они и рождаются. И, конечно, забрать четвертую часть от полотна, то есть на 22 миллиона за одно полотно, просто взять и обуть, раздеть этого миллиардера. И уже через два месяца Бувье был задержан. Это произошло в особняке Рыболовлево в Монако, куда дилер приехал, как он думал, заключать очередную сделку по приобретению полотна марка Ротко. Второй обвиняемый по делу стала Раппо. Рыболовлев подал заявление в полицию о том, что за годы сотрудничества они незаконно получили около миллиарда евро. Ну вот как нужно раздевать русских несмышленышей. Денег-то много, а вот ума в голове мало. Завышая цену на предметы искусства при перепродаже, между Рыболовлевым и Бувье была договоренность только о 2% комиссии. По мнению миллиардера, швейцарец ее нарушил, получая дополнительно прибыль. Бувье вскоре отпустили под залог 10 миллионов евро, но богатых не сажают. Это вот только, видите, Ходорковского сажали, но там, извините, он на российский трон все-таки замахнулся. А если он не замахивался бы, да, летал бы себе и летал. И его 17 миллиардов на тот момент превратились бы уже в 3 раза больше. Миллиарды или триллионы. О судебном разбирательстве вновь заговорили только 2 года спустя летом 2017 года. Тогда судья Морган Реймон на допросе поинтересовался у Рыболовлева. Как полиция узнала, где ждать Бувье перед задержанием? Миллиардер ответил, что не знает, и что он никак не контактировал с представителями местных правоохранительных органов. Вопрос, как выяснила Ле Монде, был связан с тем, что еще в феврале 2017 года суд изъял телефон адвоката Рыболовлева Татьяны Бершиды. Формально телефон исследовали, чтобы подтвердить достоверность переписки между миллиардером и Бувье. Переписка показала из изъятого телефона не только, что Рыболовлев сообщил правоохранительным органам о задержании, но еще, что он тесно общался с главой Минюста Монако Филиппом Нармино. Именно ему позвонил, видимо, Рыболовлев и прислали отряд полиции. Все же так просто, когда у тебя друг-министр полиции Монако. Оказалось, что всего за месяц по задержанию Бувье министр с супругой Кристин приходили к Рыболовлеву на ужин. Читана Армина также летала в шале миллиардера в швейцарском Кштаде, чтобы покататься на лыжах. Просим горячо поблагодарить Дмитрия за его отменное гостеприимство. «Мы в восторге от штатского поместья», – писала Кристин Нармина. Сам министр Нармина обсуждал с адвокатом Бершедой стратегию другой стороны, когда в прессе появились статьи против Рыболовлева. Официально 63-летний Нармина просто раньше времени вышел на пенсию на фоне скандала. И правильно сделал, так он хоть лицо сохранил. Сам министр заявил, что публикации не позволяют ему продолжать работу. Никаких обвинений ему не предъявлено. После предыдущей утечки материалов дела прокуратура Монако уже называла это разглашением тайны следствия. Как выяснила Ле Монде, затем обвинение ходатайствовало об уничтожении диска, на котором хранилась переписка. Но это решение было отправлено на пересмотр. Сам Рыболовлев никак не комментирует эту публикацию. Вот так у нас живут разведчики глубокого залегания за границей. Это кошельки. Это чьи-то кошельки. Понятно, поэтому они такие раздуваются, раздуваются. Они думают, куда же им деньги вложить, потому что деньги обесцениваются. И вот они занимаются покупкой. Они думают, что это хорошо, что это вложение капитала для того, чтобы его не потерять. Потому что когда там из разведки ему пальчиком погрозят, Дима, а где деньги? А Дима ведь вложился в полотна, в предметы искусства. Причем в предметы очень дорогого искусства. И Дима скажет, да, когда продадим, это как мой дом в Коктебеле, который отняли бандиты, заняли его рейдерским налетом, тоже они, когда дом продадут, тогда они решили поделить все между собой. Но дом не могут продать, потому что я шумлю, поэтому они без денег пока за мой дом. Но также и военная разведка по отношению к Дмитрию Рыболовлеву, она также пока с носом, хотя там денег столько, что я думаю, что этого Диму никто не считает. Такое огромное количество денег поступает из-за России, что, наверное, про Диму там уже все и забыли. Вот такая ситуация у нас с разведкой, не культурная, не образованная. Раньше разведку ведь обучали. Для того, чтобы жить за границей, разведчики были высоко культурными, образованными. А здесь вот такая ситуация, Дима, тебя явно обманули, тебя развели на миллиард. Ну что это с головой-то, Дима, а? Чтобы обставиться адвокатами, арт-дилерами, прислугой, всякими массажистами и визажистами. И вдруг тебя так обманули. Но, Дима, ты вообще голову имеешь? Если уже совсем тебе будет тяжело, обращайся, я тебе подскажу кое-что. Рядышком ведь нахожусь. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Помогайте. Я вот, видите, вам какие ролики озвучиваю. Помогайте моему каналу, друзья. И веселее по жизни. Видите, какие потери у олигарха. А вы говорите там, пенсия маленькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова